После иска прокуратуры Чувашии к федеральному казенному учреждению Волга-Вятск-Упердор на трассе М-7 «Волга» оборудовали дополнительное освещение. Появилось оно возле деревни Большие Карачуры. Над остановкой станции Чебоксары и пешеходным переходом свет раньше загорался только когда в ясные дни энергию копили солнечные батареи. Само собой, зимой здесь зачастую было темно. До этого много здесь случаев ДТП было работников железнодорожного транспорта, смертельные случаи были. Но вот недавно, где-то месяц назад, когда провели освещение по всей дороге, они подключили к общей сети. Сейчас уже освещение и вдоль дороги, и здесь на остановке, где переход. Сейчас нормально. Люди переходят с работы. После работы вроде сейчас более безопасный переход стал. Участок трассы М-7 до и после деревни Большие Карачуры вообще имеет нечистую репутацию. Высокая частота ДТП здесь действительно отмечалась нередко, в том числе и в вечерние часы. Причины разные. Но, ко всему прочему, как выяснила прокурорская проверка, на протяжении с 648 по 650 километров безопасность не соответствовала дорожному регламенту. Имел место факт отсутствия стационарного электрического освещения на участках автомобильной дороги федерального значения М-7 Болга, проходящих по территории населенных пунктов и за их пределами на расстоянии не менее 100 метров от них. Что явилось основанием для обращения прокуратуры Ленинского района города Чебоксары с исковым заявлением в Советский районный суд города Казани о возложении обязанностей на федеральное казенное учреждение Волга-Вятска-Упроавтодор по проведению работ по устройству наружного стационарного электрического освещения. За полгода после решения суда на трассе федерального значения установили уличное освещение общей протяженностью 13 километров, в том числе и на дорогах Яуши, Лапсары-Карачуры и Кугеси. Чем светлее, нам всем лучше. Лишь бы не было ДТП, люди лишь бы не болели, радовались. Приятно, вот сейчас туман будет, видимость ноль, например. Мы-то лады местные знаем, посторонние же не знают, когда освещение. Приятно. Я вот раньше в Уфу ездил, как бы, да, здесь, по этой трассе, да. Без освещения, конечно, плохо было, особенно ночью. Потому что видимость плохая, особенно в такую погоду. Сейчас значительно лучше стало. Электрическое освещение по нормативам обязательно на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и участках трассы за пределами населенных пунктов на расстоянии не менее 100 метров. Ирина Волкова, Маргарита Мельникова, Павел Иритков, Бахтияр Велиев, Республика.